здравствуйте друзья я хочу предложить вашему вниманию связать такой вариант но мокрой мушки довольно таки уловистая материалы конечно понадобится нам несколько специфически но процессе вязания я вам буду рассказывать на что их можно будет заменить крючок я беру тимка 200р 14 16 номер вы подберете для себя как вам будет удобно нам необходимо в районе грудки и немножко тела захватим погрузить вот в этом месте не доходим до колечка пару миллиметров сжимаем наш свинец отрываем остаточки промажем еще немножко клеем и теперь можем это все промотать них я беру где-то 10 0 тонкая но достаточно эластичная крепкая подхватили пока ничего не подравниваем убираем остатки тела я буду изготавливать из вот такого материала который используется в поделках это искусственная резиночка силиконовая сегментировать буду люрексом можно изготавливать из даббинга как вы сочтете нужным но в данный момент я хочу изготовить мушку в таких тонах ножка немножко заходим за загиб совсем немножечко теперь хорошо промотаем выровняем все переходы так как будем обматывать силиконом и закрепим еще для сегментации можно использовать черный но у меня был под руками красный вот такой голографический люрекс можно использовать нитку и или же посмотрите какие-либо елочные украшения большого значения это не имеет главное чтобы по телу мы создали симпатичную сегментацию для нашей мушки промотаем хорошо создадим иллюзию тела по объему мы подровняли тела придали ему вот такую форму и теперь я равными витками плотненько начинаю формировать свое тело у загиба даем больше натяжку и грудки натяжку уменьшаем витками и и и и и И в районе грудки я закреплю другую нить, закрепим и отрежем остаточки. Убрали. И теперь для того, чтобы нам просегментировать тело, я поставлю крючок в удобное для себя положение. Вы выберите шаг так, чтобы люрекс симпатично попадал между нашими обмоточками. Продолжение следует... Дошли до места крепления грудки формирования и здесь его закрепим. Продолжение следует... Для хорошего крепления можно совсем немножечко по спинке капнуть лака. Вот так. И теперь подождем, пока наш лак подсохнет. Тело наше подсохло. Я подготовил вот такие остаточки перьев павлина и закрепим с вами у грудки. Можно заменить, если у вас нет, на даббинг. Большого значения здесь не имеет. Ну, конечно, я предпочитаю всем даббингам натуральное павлиния перо. Поставим крючок, как нам удобно. Совсем немножечко добавлю клея, так как мы армировать не будем наше перо, чтобы оно покрепче держалось после поклевок. Буквально пару-труйку оборотов для того, чтобы обозначить грудку. Вот так. Для опушечки я подготовил вот такое перышко. Это крашеное перо Сибрайта. Можно использовать любое, какое вы захотите, перышко из курицы. Для того, чтобы подобрали вы бородочки, какие вам необходимы по длине. Здесь буквально пару-тройку оборотов будет достаточно для того, чтобы обозначить опушечку. Крепим наше перо. Поехали. Возьмите наше перо. Возьмите наше перо. Возьмите наше перо. вот у меня вышло почти три оборота по густоте я вижу что мне достаточно крепим перышко остатки отрезаем и теперь немаловажный элемент для нашей мушки это вот такое перышко джунглевого петушка я подготовил парочку глазковых перышек вот такой величины и мы с вами изготовим щечки если у вас по каким-либо причинам нет а я уверен что скорее всего что нет можно спокойно разместить люрекс который также будет иметь привлекательность примеряю перышки проверим крепление вот у нас с одной из другой стороны одинаково они вышли теперь я подкручу нить так как она у меня ровница распускается и подворачиваю чтобы не выскочили наши перья замочек подхватывают только после этого я их отрезаю так они более надежно будут закреплены отрезая перышко делаю окончательную голову я нанес пару капелек лака на головку и вот такая наша мокрая мушка готова благодарю вас за внимание до скорых встреч